А прямо сейчас мы вместе с нашим коллегой Андреем Смирновым погружаемся в историю Мариинского дворца, который в этом году отмечает юбилей 180 лет. Андрей, доброе утро. Доброе утро, Андрей. Да, коллеги, доброе утро. Доброе утро всем телезрителям. Вы абсолютно правы. В этом году Мариинский дворец, один из самых красивейших дворцов Петербурга, отмечает свое 180-летие. Но и добавлю то, что еще размещающиеся в Мариинском дворце законодательное собрание Санкт-Петербурга также отмечает свой большой исторический юбилей 30 лет. Вообще в этом дворце на протяжении столетий находились органы государственной власти Российской империи, Советского союза, Ленинграда, Петербурга. И мы уже, как вы помните, совершали такую историческую экскурсию, путешествие по самому Мариинскому дворцу. Но я обещал, что мы обязательно погрузимся в историю более детально и полноценно. Вот мы находимся в федеральных выставочных залах Российского государственного исторического архива, где уже вовсю работает уникальная историко-архивная выставка под названием «Единообразие и порядок», где как раз и можно узнать всю историю строительства Мариинского дворца, всю историю возникновения Государственного совета и так далее. Мы будем погружаться в историю вместе с куратором выставки Татьяной Богдановой. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Андрей. Ну, вопрос, который напрашивается. Государственные советы Российской империи. Все мы его знаем по той самой знаменитой картине Репина, которая находится в Русском музее. Может быть, кто-то с уроков истории помнит, что Государственный совет заседал в Мариинском дворце. Он появился, я так блесну своими познаниями, в 1801 году при Александре I. А что было до Государственного совета? Мы решили на выставке показать не только документы, начиная с 1801 года, решили показать предысторию советов, которые существовали при императорах. И наша выставка начинается с документов ближней канцелярии, которая была создана в 1699 году при Боярской думе. Это уже Петр I вообще был? Это уже Петр I, да. Как мы помним, Петр воевал. Петра часто в столице не было, а государством управлять надо было. И когда он отправляется в прусский поход, как раз создание Сената, связанное именно с этим, его 9 ближайших помощников выполняют функцию управления государством. При Екатерине II, я знаю, происходили масштабные политические реформы в том числе. Она как изменяла? Она во время русско-турецкой войны, которая начала в 1868 году, в январе 1969 года учреждает совет при высочайшем дворе. На время войны он настолько эффективно действовал, что она решила этот совет оставить. И он просуществовал до начала правления императора Александра I. Внука я. Внука. В 1801 году, 30 марта, когда император Александр I создает свой непременный совет, кстати, он практически сразу же называется государственным, почему берет начало свое именно с 1801 года, а не с 1810, когда официально манифест был подписан. И в этот непременный совет вошли 15 человек, особо доверенных именно императору Александра I, в том числе его ближайшие молодые друзья. Давайте сразу опять вспомним про великого нашего художника Репина. Он получил заказ на свою картину когда и в честь чего? Он получил заказ в марте 1901 года. К столетию как раз. Да. Незадолго до этого он рисовал портрет великого князя Михаила Николаевича, который ему очень понравился. Естественно, Михаил Николаевич настоял на том, чтобы именно Репину дали этот заказ. На этой картине Репин изобразил ростовой портрет Николая, который вот как раз изображен, где сидит Николай, за ним. То есть это картина в картине. Картина о картине, да. Ну что ж, хорошо. Я думаю, мы на этом поставим такое интригующее многоточие. Прервемся. Друзья, в следующем нашем включении из федеральных выставочных залов Российского государственного исторического архива мы уже займемся непосредственно историей самого Мариинского дворца. Узнаем, как знаменитые архитекторы его создавали, как его перестраивали. И в принципе, как дочь Николая I, великая княжна Мария Николаевна, в честь которой был назван дворец Мариинским, жила в этом уникальном здании. А для многих архитекторов дверные ручки даже стали своеобразным автографом. Например, фирменным знаком Андрея Ивановича Штыкиншнейдера была лапа, сжимающая стеклянный или каменный шар. Именно этот русский архитектор спроектировал дворец Белосельских-Белозерских, Николаевский, конечно, Мариинский дворец, который в этом году отмечает юбилей 180 лет. И мы вместе с Андреем Смирновым продолжаем изучать его историю. Возвращаемся в Государственный исторический архив на выставку редких документов и экспонатов. Андрей, еще раз тебе говорим доброе-доброе утро. Да, коллеги, еще раз доброе утро. Мы продолжаем вспоминать историю знаменитого Мариинского дворца в Петербурге, который находится на Исаакиевской площади. Мы находимся в федеральных выставочных залах Российского государственного исторического архива. За моей спиной как раз можно увидеть гравюры и портреты с изображением императора Николая I. вместе со своей старшей и любимой дочерью Марии. Соответственно, Мариинский дворец, как известно, был свадебным подарком папы-дочери, где Мария Николаевна впоследствии поселилась вместе со своим супругом. Дворец для нее был специально построен и, соответственно, в честь нее и получил название Мариинский. О том, как строился этот дворец и как он, в принципе, появился на Исаакиевской площади, мы продолжаем разговор с куратором выставки Татьяной Богдановой. Татьяна, я вот уже коротко рассказал историю о том, что это был свадебный подарок. Что было на этом месте до того, как архитектор Андрей Штыкиншнейдер построил свой великий Марийинский дворец? Ну, вообще, площадь, она имеет свою давнюю историю. Как мы помним, Синий мост был построен еще в 1737 году. Площадь около Марийинского дворца будущего называлась в свое время и торговой. Крепостных крестьян продавали на ней. Ну, а земля принадлежала и бетрулиным, и репниным многим дворянам. А в начале 60-х годов там стоял, 18 века, там стоял деревянный дворец графа Чернышева. Но он решил этот дворец перестроить уже в камне. И был построен дворец по проекту Валенда Ламота. Но Чернышев вел такой образ жизни очень непосредством, умирает в долгах. Его сын пытался дворец сохранить, сдавал его в наем. И в 1815 году он в итоге его закладывает в банк. Из банка его приобретает департамент уделов. Когда стал вопрос о том, что надо выбрать место для строительства дворца будущего подарка, именно император выбирает этот дворец и решил его перестроить. В фондах нашего архива сохранился подлинный чертеж, генеральный план за подписью Штекеншнейдера. И здесь как раз резолюция министра императорского двора Волконского, что этот генеральный план высочайше утвержден 10 февраля 1840 года. То есть Николаю Первому он понравился. Николаю Первому он понравился, да. Татьяна, давайте с вами совершим прыжок во времени, условно говоря. Мы вспомнили Штекеншнейдера, но со временем дворец оказался опять вновь в казне. Он был выкуплен уже назад при Александре Третьем. И тогда уже туда и въезжает Государственный совет. Это было какое... В 1884 году был специальный указ. Сам состав Государственного совета был изменен. Было решено увеличить до 196 человек. Естественно, 200 человек в помещение ротонды поместиться уже не могли. Было решено пожертвовать зимним садом Марии Николаевны и построить общую залу. Был объявлен конкурс. Участвовали четыре, на самом деле, архитектора Хренов, Шестов и Гун. Помимо Бенуа, который победил, он тоже не с первого раза победил. Вот эти чертежи неосуществленных проектов, они сохранились у нас. Сохранился вот такой интересный у нас поперечный разрез зала Марийнского дворца архитектора Хренова. И вот такой тоже, соответственно, фасад здания. Ну, прям театр, на самом деле. Театр, дворец. На Марийнске чем-то так издалека, да, похож. Такое подражание Кавосу. Да. В итоге, получается, победил проект Бенуа. Его мы можем до сих пор наблюдать. Вот уже прошло сто с лишним лет, получается. И там вновь заседает законодательное собрание Санкт-Петербурга. Спасибо большое, Татьяна. Друзья, я лишь просто напомню, что выставка в выставочных залах Российского государственного исторического архива работает до 27 июня. Поэтому смело можно прийти, ознакомиться, погрузиться в историю, а потом закрепить это все и на специальных экскурсиях в Мариинский дворец. Все, естественно, по предварительным записям. Коллеги, вам слово. Андрей, спасибо большое. Все поняли, будем записываться. Действительно, там есть на что посмотреть. Всем рекомендуем.